Здравствуйте всем, с вами Stoker, и сейчас я вам хочу показать обзор на электробритву Philips серии 1000. Распаковку на эту бритву и первое впечатление я делал примерно 3 месяца назад, и вот наконец-то добрался, чтобы сделать обзор. Эта бритва, не знаю сколько она стоит в Польше, именно здесь она и покупалась, в Украине она у нас где-то 1500 гривен примерно стоит. Есть две версии этой бритвы, стационарная и портативная. Это стационарная без аккумулятора, если вы знаете, когда только бритвы придумали, и вплоть до 90-го года, они были без аккумуляторов. Это потом начали встраивать с аккумуляторами, портативные, чтобы можно было их брать с собой. Но есть также подешевле модели, стационарные, без аккумуляторов. Это именно такая. И давайте сейчас посмотрим. Во-первых, есть такая вот заглушечка наверх, дабы лезвия, с ними ничего не случилось, но с ними и так ничего не случится. Здесь посередине есть кнопка включения, но оно только работает, когда ты вставишь вот этот вот блок питания. Блок питания с вот таким вот штекером, как я говорил в распаковке, похожий как на приемниках. 9 вольт блок питания потребляет. Есть также вот щеточка для того, чтобы почистить от волос, когда побрился. Дальше вот такой вот, собственно, и разъемчик. На портативной версии здесь еще есть такой маленький циферблат, где показывает, сколько процентов осталось зарядки. И есть еще вот здесь выезжающий лезвие, с помощью которого можно срезать большие волосы и поправлять виски. Ну а теперь давайте посмотрим, как же открываются лезвия. До этого я вам не показывал в распаковке. Во-первых, эти лезвия ездят как хотите, хоть по часовой стрелке, хоть против часовой. И вот здесь есть такая кнопка. Мы на нее нажимаем. И у нас отстегивается. Здесь, как видно, три вала. Они вращаются. Лезви за счет этого вращаются. И все сбривается. Также эта штука у нас раз открывается, чтобы ее можно было почистить. Чистил где-то примерно недели две. Я не знал, что это снимается. Но потом, когда я случайно вот так вот вверх поднял, она у меня отстегнулась. Я думал, что сломал. А нет, это оказалось, что отстегивается. Ну и давайте посмотрим, как же снимаются сами лезвия. Здесь вот есть такая вот штучка. Поворачиваем. И она у нас отстегивается. Снимается. Вот она. И здесь вот сами лезвия. Давайте я один возьму для просмотра. Такая вот сеточка. И вот само лезвие. Так вот оно выглядит. Лезвие самозатачивается. Я не знаю, как это работает. Но за пользование три месяца, в принципе, ничего с ними не случилось. Так как брили, так и бреют. Напишите в комментариях, если кто понимает, как это самозатачивается. И как они сами затачиваются. Эту бритву мне подарили на день рождения родители. Если бы, я же говорю, знал, что есть. Да я и знал, что есть версия портативная. Я не знал, что именно стационарную версию мне подарят, а не портативную. Портативная версия стоит где-то на гривен 300, может быть, дороже. Давайте я включу к розетке. И вы послушаете, как она работает. Подключил к розетке. И давайте нажму эту кнопку. Вот так эта бритва работает. Давайте открою. Посмотрим на сами валы. Вот мы видим, что они закрутились. Если надеваем с лезвиями, то немного громче уже работает. Теперь могу подвести итог по поводу этой бреют. Эта бритва очень хорошо, качественно. Даже за свои деньги. И выбревает она волосы, ну, не сказал бы, что на 100% хорошо. Но на 90% точно. Кстати, такую оценку я и этой бритве ставлю. Почему именно? Потому что усилий немного больше надо прикладывать, дабы побрить свою щетину. Также дольше ты бреешься. Ну, где-то, может быть, на минуту от силы. Не дольше. Также нажимать на нее нужно чуть интенсивнее, нежели обычной бритвой. Ну, к примеру, джилет. Ну, а так, если у вас чувствительная кожа или средняя, как у меня, то, в принципе, эта бритва даже не раздражает. Можно ей пользоваться. И дискомфортно она никакого не доставляет. Если вы вдруг с обычной бритвой хотите перейти на электробритву, то советую купить. Сначала попробовать из каких-то дешевых. Ну, например, вот такая вот Philips серии 1000. Есть стационарная, так как вот эта. Или можно купить портативную, если вы хотите в дороге бриться. И вам важна, чтобы бритва была портативная. Если нет, можно купить и такую бритву. Благо, в многих местах есть розетки. Подключились, побрились. Ну, а если вы уверены, что будете бриться. Так что за 100 балльную шкалу оценку я ставлю 90 баллов. В целом, она мне понравилась. Рекомендую. Ну, в общем, всё. С вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Также заходите на мой лайв-канал, на мой канал Стокер Шоу. Ну, и смотрите меня здесь. А с вами был Стокер. Всем пока. До следующего видео. Продолжение следует...